Часть первая. Потепление. Дрожжи ли мы? Кто делал домашнее вино, знает, что крепость его достигает самой большой 12 градусов. Почему? В исходном материале поселяются винные дрожжи. Попадая туда с поверхности ягод или фруктов, в атмосфере их споры есть всегда. Везде, где наличествует сахар, дрожжи благоденствуют. Почти везде. Питаясь сахаром, дрожжевые грибки растут, размножаются и выделяют углекислый газ и этиловый винный спирт. Спирт ядовит. И не только для людей. Для дрожжей, как и большинства живых организмов, также. Когда его концентрация в растворе достигает 11-12 градусов, дрожжи погибают. И спиртовое брожение прекращается. Можно сколько угодно подсыпать в раствор сахару. Все, предел достигнут. Портвейна не получится. Так вот, люди с экологическим мышлением считают, что человечеству грозит неприятности. Или даже гибель, как у дрожжей. Человек потребляет природные ресурсы, выбрасывает отходы окружающую среду. И дело может закончиться тем, что среда перестанет подходить для человека. Он, как дрожжевой грибок, задохнется в собственных испражнениях, хотя ресурсов будет еще достаточным. В одном фантастическом рассказе сочинили, что руководители крупнейших промышленных корпораций, в действительности инопланетяне, готовящие землю для своей расы, живущей в радиоактивной атмосфере из сернистого газа при температуре 70 градусов. Весьма правдоподобно. Психологически многие из них, несомненно, таковы. Фантаст мог ошибиться лишь в физиологии. Но попробуем, не страшась, заглянуть за горизонт. Что же конкретно нам угрожает? Раньше все боялись банального химического отравления и загадочно трагического радиоактивного заражения. К химическому загрязнению мы то ли претерпелись, то ли научились с ним бороться. Во всяком случае трудно найти на земле место, где ситуация с этим сильно ухудшается. Радиационная? Ну, в прессе иногда проскакивают приступы паники, организуемые людьми, не способными воспользоваться копеечными индикатором. Ведь в отличие от многих загрязнений, радиоактивная определяется проще всех. Да и нет сейчас на земле действительно опасных для здоровья радиоактивных зон. Разве что Чернобыля. И то сомнительно. Сейчас на рубеже тысячелетий наиболее популярны две экологически-катастрофических темы. Глобальное потепление и озоновые дыры. Причем первая угроза лидирует с большим отрывом от второй и всех прочих. Само по себе глобальное потепление вреда не принесет. Градусом больше, градусом меньше. Все боятся повышения уровня океана. Слишком много городов расположены на высоте всего лишь 1-2 метра над нынешним уровнем моря. В чем же суть дела? Земля конечно не Венера, но... В гидромедцентре вчера банкет был. А что за повод? 10 лет как погоду угадали. Анекдот. Многие считают, что глобальное потепление угрожает нам из-за промышленного тепла. Все знают, что человек расходует различные виды топлива во все увеличивающихся объемах. Большая часть энергии от минерального топлива сразу уходит в атмосферу в виде тепла. В школе мы узнали, что КПД паровоза 4%. Оказывается, КПД электролампочки в конечном итоге даже меньше. Она переводит в свет 10% получаемой ею энергии. Остальное излучается в виде тепла. Но до конечного потребителя квартир доходит лишь около 30% энергии, задержащейся в топливе. Остальное теряется по пути от генерирующих мощностей. Да и КПД преобразования энергии из одного вида в другой никогда не достигает 100%. Даже теоретически. Обычно считается, что преобразование в электричество различных видов энергии производится с обобщенным коэффициентом 38%. В результате вся энергия, расходуемая в быту, промышленности и на транспорте, нагревает атмосферу. Логично предположить, что равновесие между притоком тепла от Солнца, а нас обогревает только оно, тепло из центра Земли незначительно, и излучением от Земли в космос несколько смещается, и потепление на нашей планете растет. Звучит правдоподобно. В городах, особенно крупных, явно теплее, чем вдали от них. Особенно это заметно в Москве. Разница градуса в 2-3 не меньше. Но предлагаемая причина глобального потепления иная. Подобные Москве-мегаполисы, вместе взятые, занимают лишь доли процента земной поверхности. Растапливая печки, мы вряд ли изменяем температуру земной атмосферы. Простые расчеты показывают, что обогрев Земли Солнцем намного порядков существеннее результатов деятельности человека. И чем сильнее мы обогреваем планету, тем больше она, как обитаемая станция, излучает тепла в космос. Ученые, вероятной причиной глобального потепления, считают иную. С чего все началось. Когда на вторую от Солнца планету Венеру впервые опустились советские космические станции, оказалось, что там несколько жарче, чем предполагалось расчетами. 400-500 градусов по Цельсию. Следовательно, для колонизации землянами, эта планета совершенно не годится. Немного отвлекусь. Даже если Венеру удалось бы несколько охладить, снабдить водой и азотом, для чего нужно только уронить на нее пару подходящих спутников Юпитера и связать в атмосфере излишний углекислый газ, жить на ней все равно было бы нельзя. Она вращается вокруг своей оси слишком медленно. 30 раз медленнее Земли. 15-суточный день и 15-суточная ночь. Ну что это за жизнь? Венера на роль запасной планеты для землян не годится. Вот только если ее раскрутить, уравнив спутники, не отвесно, а покасательно к ее поверхности. Но почему же на Венере такая жара? Ученые пришли к выводу, что всему виной атмосферный состав, содержащий только углекислый газ. Его там существенно больше, чем всех атмосферных газов на Земле. Именно он служит причиной парникового эффекта. Так что же это такое? С подобным явлением мы частенько сталкиваемся. При одинаковой дневной температуре ночная бывает различной в зависимости от облачности. Звездное небо над нами очень холодное, всего на несколько градусов выше абсолютного нуля. И тепло от нагретой Земли почти без помех излучается в бескрайний космос. Именно поэтому примерно до 11 июня над Москвой чистое ночное небо предвещает заморозки. А вот облачность укрывает нас словно одеялом. И пасмурная ночь бывает градусов 5-10 теплее, безоблачной, при той же дневной температуре. Но есть существенная деталь. Облака, то есть водяной туман, не пропускают тепло как наружу, так и от Солнца к нам. Поэтому в пасмурный день прохладнее. А углекислый газ работает как ниппель. К планетной поверхности излучение от Солнца проходит, обратно нет. На базе этой углекислотной модели и построен страх. Перед глобальным потеплением. Конечно, параллель несколько сомнительна. Венерианская атмосфера плотнее земной в 100 раз. И плотность состоит из СО2. А в земной его всего доли процентов. Тем не менее, ученые доказали. Схема рассуждений сторонников теории парника примерно такова. Человечество использует все больше ископаемого топлива. Сжигаемый уголь превращается в ульвислый газ. Нефть и природный газ. В воду и опять-таки СО2. В атмосфере растет его процентное содержание. И он не выпускает в космос инфракрасное излучение от нагретой поверхности Земли. Создавая парниковый эффект. Но мало того. Если среднеземная температура поднимается на несколько градусов. Климат сорвется с цепи. И в полярных областях потеплеет на 10 градусов. Ледники растают и уровень океана поднимется на десятки, а то и сотни метров. Уйдут под воду Лондон, Нью-Йорк и Токио. Тайфуны, ураганы размечивают остальное. Такова апокалиптическая картина. Правда, чаще всего она встречается в самом упрощенном виде в популярной литературе. Картина впечатляет, тем более, что значительная часть человечества живет почти на уровне моря. А он существенно менялся, даже сравнительно недавно. Каких-то 12 тысяч лет назад Северного моря не существовало. А Англия не была островом. Изменился климат, закончилось оледенение. И Балтика соединилась с океаном. А британские острова отделились проливом Ла-Манш от континента. Видите, уровень океана действительно меняется. Более того, в памяти человечества остались примеры катастроф подобного типа. Например, меньше тысячи лет назад за одну ночь утонула целая страна, Фризия. Погибли десятки, если не сотни тысяч людей. Теперь там лишь цепочки островов. Правда, произошло это до промышленной революции, вряд ли из-за углекислого газа. Что ж, признаем существование проблемы. Но сначала проявим здоровый эгоизм, определимся. А вообще, чья она? Может, хватит нам думать за весь мир? Чай не маленький, со своими трудностями справятся сами. Если это касается нас, нужно говорить. Если нет, есть МЧС. В палатки можно послать одеяло. Так захватит нас всемирный поток. Или отсидимся? Страшновато. Гор в России не много, не Кавказ. Насколько вода-то поднимется? Попробуем, как древний Ной, прикинуть. Он ведь прежде, чем начать строить ковчег, наверное, принял решение. На чем-то оно было основано. Разобраться не сложно. Сначала возьмем самый крайний случай. Что все ледники на земле растаяли. Что станет со всем миром и с Россией в том числе. План потопа. В действительности ситуация такова. Ледников на земле более всего в Антарктиде. Тоже много, но гораздо меньше в Гренландии. Точных цифр по их объемам я не искал. Но прикидка по картам, исходя из площадей и высот, дала для Антарктиды и Гренландии вместе взятых около 17 миллионов кубических километров льда. Если разнести это количество по площади мирового океана, получится слой примерно в 70 метров. Это максимальные оценки с округлениями в большую сторону. Например, я не учитывал, насколько увеличится площадь океанов, когда края континентов покроются водой. 70 метров это чуть больше 20-этажного дома, 500 ступенек. Оказывается, России это принесет много вреда. Но не смертельного. Россия в основном находится выше 100 метров над уровнем моря. Отчасти поэтому и климат посуровее. Мировой океан не прорвется в Каспии по Кумоманыческой впадине или вдоль Волгодона. Когда-то там были морские проливы. Ни Астрахань, ни Дербент не утонут. Даже часть наших приморских городов в Сочи и Владивосток уцелеет. Из крупнейших потерь затопит Санкт-Петербург. Ладожское озеро и Онежское станут частью Балтики. Но море остановится где-то на подступах к Тихвину. И дорога к теплому черному морю не станет короче. Хотя в Крым придется переправляться на пароме. Даже царская тропа под Ялтой уцелеет. И кое-какие санаториев и домов отдыха тоже. Самые большие потери придутся на арктические тундры. По площади и экспортеров-импортеров по деньгам все морские порты и нефтяные терминалы перейдут в распоряжение Нептуна. Да и спрос на нефть и газ в Европе упадет. Не компенсируется ли это общим улучшением условий на оставшейся территории России? Конечно. Ведь повышенных температур и роста осадков так не хватает нашему сельскому хозяйству. Да и севморпуть круглогодично проходим. Черт как нефтеэкспортерам то удобно. И величина отопительного периода на пару сотен градусов, градуса суток. То есть такой термин в коммунальном хозяйстве в науке. Меньше какая экономия топлива. Конечно другим будет много хуже. Некоторые страны вообще исчезнут с поверхности. Под водой окажутся места проживания огромного количества людей. Особенно опасно это для Китая. Вот кто должен особенно бояться глобального потепления. Там это коснется сотен миллионов людей из самых развитых экономических зон. И в Бангладеш десятки миллионов живут почти на уровне моря. И еще кое-где. Ведь 20% населения мира проживает сейчас в прибрежных городах. Не знаю правда многие ли из них находятся ниже 70 метров от уровня моря. Половина населения земли живет в 100 км зоне от моря океана. Но Россия в этом отношении редкое исключение. Из 10 крупнейших городов мира 9 прибрежные. Из 50 крупнейших прибрежных 2 трети. Да проблем у них у остального мира действительно хватает. Но ведь удовольствие жить у моря должно чем-то компенсироваться. Увлекательно это дело посидеть над физической картой земли. И представить себе мир глобальное потепление. Где там провал Кевин Костнер в своем водном мире? Где там плавал Кевин Костнер в своем водном мире? Жаль только, что подобные карты не очень подробны. И линии высот там проводятся обычно через 100 метров. Прикидки получаются не совсем точные. А еще жаль конечно только с точки зрения науки, что проверить эти расчеты практикой не удастся. Океан ни в коем случае не поднимется на 70 метров. По крайней мере из-за таяния мирового льда. Все прочитанная шутка, если вы еще не догадались. Ведь даже при повышении температуры на несколько градусов, таяния затронет только окраинные зоны ледников. Ну было на южном полюсе минус 80 градусов, а станет минус 75. Велика разница. Тем же климатологам хорошо известно, что ледяные шапки имеют древнюю историю. Они пережили несколько оледенений и межледниковых периодов. Во время которых на земле было порой гораздо теплее, чем сейчас. Глациологи работают с ледяными кернами возрастом в сотни тысяч лет. Не таяло и антаркнида, даже когда Европа была покрыта магнолиевыми лесами. В общем основная масса ледников земли к глобальному потеплению устойчива. А с повышением уровня моря на сантиметры даже и на десятки голландцы и китайцы справятся. Последние, окружив дамбами своенравную Хуанхэ, добились того, что в нижнем течении эта немаленькая река течет кое-где на высоте 40-50 метров над окружающей густонаселенной равниной. Кстати, нужно напомнить временную шкалу. Так, что было на земле миллион лет назад? А 10 миллионов? 10 тысяч? Когда там бродили динозавры-то, в школе учились давно, позабыли, поэтому я специально заглянул в книгу и освежил представление. В действительности 10 тысяч и 10 миллионов лет, различные сроки, но условия на земле и тогда уже сильно отличались от юрского периода. 10 миллионов лет назад никаких динозавров уже давно не существовало, а животные растительные миры были похожи на нынешние. Тоже были цветковые растения, птицы, млекопитающие, но только значительно более разнообразные. Одних слонов, живших в самых различных условиях, насчитывалось десятка видов, вплоть до экзотических с бивнями в форме лопаты или ковша экскаватора. Видимо, ими они копали корни в болотной почве. И было чуть теплее. А миллионы лет назад мы вообще встретили бы среди зверя массу знакомцев вполне современного вида. Но также немало и ныне вымерших не без нашей помощи. Некоторые считают, что и люди современного типа уже появились, а уж различных обезьян и полуобезьян все же было существенно больше, чем сейчас. И климат был в среднем теплее, хотя на Земле того времени, естественно, были и Арктика, и тропики, которые не слишком отличались от современных. И вот в течение последнего миллиона лет, примерно, конечно, точные временные рамки все же обсуждаются и уточняются. На Земле случилось несколько ледниковых периодов. В среднем они продолжались более 100 тысяч лет, каждый и перемежаясь теплыми периодами с погодными условиями типа нынешних. Межледниковья, увы, короче, ледниковый период. В частности, предыдущие наступили в период 420-390 и 170-115 тысяч лет назад. Именно предыдущие. Есть все основания считать, что мы живем в межледниковый период. Когда, как и почему он закончится, неизвестно. По аналогии, точнее по логике событий, ледниковым периодом. Последний же ледниковый период длился около 100 тысяч лет. В это время уже появились люди современного типа, пока еще охотники. А в Европе только по ее южным и западным окраинам, поскольку лишь эти регионы были свободны ото льдов. В основном жили они где-то потеплее, в Азии, в Северной Африке. А 40 тысяч лет назад проникли в Австралию. Закончился в последний ледниковый период около 15-20 тысяч лет назад. После этого человек и заселил современный мир. Проник в Америку. Первый земледелец, принято считать, появился примерно 10 тысяч лет назад. Тогда и началась современная земная цивилизация. И понеслась по земле, подобно степному пожару. Наши же государства существуют на Восточно-Европейской равнине чуть больше тысячи лет. Это так, для информации и сравнения. Главное же и самое неприятное, как вы уже поняли, неизвестно почему же происходили ледниковые эти периоды. Но вернемся к современным ледникам. Что касается плавучих льдов, то даже их полное таяние не приведет к подъему уровня океана, известная школьная задачка. Есть еще на земле и горные ледники, более чувствительные к глобальному потеплению, чем антарктический и гренландский. Но они малы по объемам, их потенциал существенно ниже. Растаив полностью, они способны поднять уровень океана всего на полметра. Если говорить всерьез, это создаст массу проблем. Причем исчезновение ледников в горах Средней Азии может стать настоящей катастрофой для этого региона. Люди останутся без воды. Более того, ледники там действительно постепенно уменьшаются. Кстати, не совсем понятно, почему это происходит. К тому же, без пользы для местных водоемов, подъема уровня воды там не происходит. Напротив, Аральское-то море почти высохло. Отступление ледников и не только в Средней Азии идет весь 20 век. Начавшись до появления газовых плит на наших кухнях. Но согласитесь, даже эти гипотетические полметра не всемирный потоп. Но опять-таки, почему при повышении среднеземной температуры всего на 1 градус растают, к примеру, горные ледники? Да, такие колебания от зимы к зиме обычные дела. Кстати, а если оно, потепление это в действительности, оказывается ситуация такова. За последние 100 лет зафиксировано глобальное потепление в 0,45 плюс-минус 0,15 градусов по Цельсию. То есть, кто-то признает 0,3 градуса по Цельсию, кто-то 0,6 градуса по Цельсию. О точной величине пока не договорились. И вот почему. Современная среднеземная температура хорошо известна. А вот какова она была 100 лет назад, существует проблема достоверности замеров. Ведь немногочисленные метеостанции 19 века в 20-м оказались в черте городов с их более теплым микроклиматом, фиксируя, естественно, более высокую температуру. Определенный подъем уровня мирового океана на 4 см. Несколько повысилась и концентрация углекислого газа примерно на 20% к значению 40-летней давности. Вообще-то в атмосфере 0,03% по общему объему. Отступление же горных ледников зафиксировано давно. В Исландии, по крайней мере, с 1860 года. Не рано ли говорить о глобальном потеплении именно из-за парникового эффекта? И тем более о всемирном потопе. Да, не долго ли это увеличение концентрации углекислого газа? Ведь хорошо известно, что растения при избытке СО2 усваивают его, растут лучше. Может быть, океанский планктон и сибирская тайга смогут поглотить излишки, сбалансировать состав атмосферы? Между прочим, в последние годы объективно зафиксирован рост биомассы, скажем, западноевропейских и российских лесов. И кстати, даже если глобальное потепление составит 1 градус, то почему в районе ледников оно будет в 10 раз больше? Подобные утверждения встречаются, но это как бы гипотеза внутри гипотезы. Кто это доказал и как? Среди сторонников парниковой катастрофы нет единодушия и ее вероятных масштабах. И наиболее авторитетные из них не обещают чего-то библейского. Предельное потепление в случае удвоения концентрации углекислого газа составит от плюс 1 градуса по Цельсию до плюс 4 градусов по Цельсию. Во втором отчете межправительственной группы экспертов по изменению климата МГИК при сохранении нынешних тенденций обещается к концу 21 века дополнительно 2,5 градуса плюс по Цельсию. А точно ли? Даже в случае потепления ледники уменьшатся в объемах. Этого также никто не доказал. Вполне вероятно, что при повышении глобальной температуры уровень океана не изменится, а то и напротив понизится. Ведь с повышением температуры усилятся и осадки. Таяние окраин ледниковых щитов может компенсироваться повышенным выпадением снега в центральных частях ледников. Перечень параметров, необходимых для решения вопроса об уровне океана, займет не одну страницу. Любопытные, конечно, спросят, а где бы этот перечень увидеть? Литература на тему природных катастроф, изменение климата, обширно и, на мой взгляд, наиболее полные и информативные работы геофизиков, так называемой Ленинградской школы, а наиболее известны из них Кондратьев, Горшков. Ссылками я вас затруднять не буду, но в основном привожу фактический материал из монографии в двух томах «Экодинамика» и «Геополитика» Кондратьева, Донченко, Григорьева. Первый том как раз и посвящен вопросам изменения климата и окружающей среды вообще. Второй содержит историю природных катастроф, также чтение не безинтересное. Освещается и история вопроса о глобальном потеплении, в том числе описываются существенные модели природных процессов, в частности модели климата Земли, а также результаты моделирования. Кирилл Яковлевич Кондратьев, один из наиболее компетентных специалистов в области физики и атмосферы Земли, дистанционного зондирования Земли, атмосферы и смежных дисциплин, которыми он занимался всю жизнь. Действительный член РАН, настоящей академии и ни одной из сотен созданных в последние годы. И нескольких авторитетных иностранных и международных научных обществ. Был он, кстати, проректором по науке и ректором Ленинградского государственного университета. Сейчас работает в научно-исследовательском центре экологической безопасности под руководством Донченко. Я порекомендовал бы эту книгу всем интересующимся нашей темой, но экодинамика и геополитикам малодоступна. Во-первых, издана тиражом, увы, лишь 830 экземпляров. Во-вторых, достаточно специально. Один только перечень используемой литературы по объему почти равен книжке, которую вы держите в руках. Но очень многим далеким от физики атмосферы людям не помешало бы знать некоторые положения и выводы, изложенные в монографии. Они идут вразрез с укоренившимися в массовом сознании мифами. И академик Кондратьев, кстати, уже подвергался из-за этого нападкам невежественных журналистов. Я не стану представлять себя глашатаем, выступающим от имени специалиста, поскольку не уверен полностью в правильном понимании изложенного в монографии материала, но цифры, факты и положения использовать буду. Ответственность же за корректность и релевантность цитирования, естественно, на мне. Постараюсь особенно не искажать. Например, в книге приводятся примерно такие положения. Все прогнозы глобального потепления построены на результатах компьютерного моделирования, но все существующие модели климата, несмотря на некоторые удачи, например, удалось получить десятилетние циклы некоторых реально происходящих в океане природных явлений, очень приблизительные и не учитывают многих значимых факторов. Дословно, даже самые сложные трехмерные глобальные численные модели климата все еще далеки от способности достаточно надежно воспроизводить изменения реального климата и, в частности, достоверно оценивать вклады различных климатообразующих факторов, в том числе усиливающегося парникового эффекта атмосферы. Например, помимо парникового эффекта, не только за счет СО2, но и некоторых других веществ существует и обратная тенденция выхолаживания атмосферы из-за атмосферных аэрозолей, особенно сульфатного. Сульфатный аэрозоль – это не тот, что из бытовых баллончиков. В нефти и особенно в угле содержится сера. При горении она окисляется и попадает в атмосферу в виде окислов. Эти окислы служат центрами конденсации водяного пара, поэтому образуется дополнительная облачность. Считается доказанным, что при попадании в верхние слои атмосферы, больших масс пыли и аэрозолей, поверхность Земли остывает. И какой эффект сильнее? Оценить очень сложно. Потепление на 0,3 градуса за 100 лет – факт почти несомненный, но содействует ему человечество или наоборот противодействует, как говорится, бабушка надвое сказала. Эксперты МГИК считают, что охлаждение в результате деятельности человека составляет около 15% от потепления. То есть при удвоении содержания парниковых газов атмосфера нагрелась бы на 3 градуса по Цельсию. Но из-за аэрозольного охлаждения нагрев достигает лишь 2,5 градуса по Цельсию. Кстати, раньше считали, что сульфаты в атмосфере приводят к кислотным дождям. Сейчас эти опасения несколько утихли, но вот, видите, возникли новые. Еще раз о моделях. Важно представлять себе, что никто не гарантирует правильности оценки влияния различных факторов, и природных, и человеческих. Далее. Не решена основная проблема, меняется ли климат сам по себе или из-за воздействия цивилизации. Например, быстрое потепление наблюдалось между 1910 и 1930 годами. Только парниковым эффектом оно объяснено быть не может. В целом, климат больше потеплел за первые 50 лет прошедшего столетия до основных загрязнений. Да, в конце 90-х было несколько аномальных теплых лет. Но за последние 2000 лет происходили и более сильные колебания глобальной температуры, чем наблюдаемые сейчас. Причем, как в ту, так и в другую сторону. Так, при чем же тут промышленные загрязнения? Существует, например, вероятность, что реальная картина обратна. Не увеличение температур из-за роста концентрации СО2, а напротив, из-за потепления, происходящего по известным причинам в атмосферу, поступает дополнительный углекислый газ из различных источников. Это не только мнение одного, хотя и выдающегося ученого. Это признается и в отчете сторонников парникового эффекта межправительственной группы экспертов по проблеме изменения климата МГИК, 90-й год, одобренного участниками состоявшейся в Женеве 29 октября 7 ноября 90-го года Второй Всемирной конференции по климату, до сих пор остается неясным. В какой мере потепление глобального климата, наблюдавшееся за последние 100 лет, обусловлено природной изменчивостью климатической системы, атмосферы океан суши, ледяной покров биосферы и ростом концентрации парниковых газов. Далее. Имеющиеся результаты численного моделирования климата не противоречат возможности антропогенно обусловленного потепления, но не могут рассматриваться как доказательные. Иначе говоря, реальная ситуация такова. А. Потепление, подъем уровня океана и рост концентрации парниковых газов в неопасных масштабах наблюдается объективно. Б. Связь между потеплением и деятельностью человека не доказана. В. Не доказана и катастрофичность потепления. Под парниковыми газами обычно подразумевается углекислый газ метан, закись азота и тропосферный озон. Обратите, кстати, внимание на последний парниковый газ в списке. Оказывается, рост именно его концентрации вызывает у специалистов беспокойство. Вернемся к этому несколько позже. Киото. Как известно, беспокойство специалистов в любой отрасли человеческой деятельности само по себе видимых следов не оставляет. Если же оно передается политикам, иногда бывает и наоборот, то в действие приходит и экономика, и государственная мощь. В наше время все обычно начинаются с различных международных форумов, конференций и так далее, где принимаются те или иные декларации. Заключаются соглашения, сначала рекомендательные, затем обязательные, потом договариваются о санкциях. Позднее к нарушителям применяются меры вплоть до бомбежек и кем-то ограниченных воинских контингентов. К экологическим проблемам и соглашениям это пока не относится, но кто знает. Поэтому отвечать за свои слова должны все и ученые, и популяризаторы, журналисты и политики. Чрезмерное и частое битье в рельс, сами понимаете, чревато отдаленными последствиями, стойким иммунитетом общественности даже к обоснованным предубеждениям. Но помимо отдаленных последствий, возможно и близкие международные конфликты из-за экологии. Глупо получится, если война начнется из-за ошибки в научном прогнозе. Что же касается изменения климата, то беспокойство специалистов уже перешло в начальную стадию политического процесса. На конференции в Киото в декабре 1997 года была принята конвенция по климату, согласно которой развитые страны должны стремиться к сокращению выбросов парниковых газов. В первую очередь углекислого газа, сроки долгие до 2050 года и даже далее. Или и шаг сдохнет, или и мир скончается. Меры рекомендательные. Россия и Украина, они касаются мало. Требуется только не увеличивать нынешний уровень выбросов. А нам это запросто. Наша промышленная деятельность и так только падает. С 1990 по 1994 год мы сократили выбросы на 30%. Но по-моему этого не заметил никто. Впрочем, хотя от развитых стран и требуется снижение к 2010 году эквивалентной концентрации на несколько процентов по сравнению с 1990 годом, в основном на 6-8%, они не очень-то настроены собственные требования выполнять. Пока из крупных стран условия киотского протокола соблюдает только Германия. Киотским протоколом очень недовольны, например, американцы. И многие американские ученые, в том числе. У нас мало известно почему. Но там это один из острых внутриполитических вопросов. Вот раздел между демократами и республиканцами. Демократы очень озабочены парниковым эффектом. Их кандидат к президенту в 2000 году Альберт Гор написал целую книгу на эту тему. А республиканцы считают все это глупостями. Нужно сказать, академик Кондратьев даже послал нынешнему президенту США письмо с поздравлениями по случаю его избрания. Заодно высказав мнение, что разговоры о парниковом эффекте вежливо говоря спекуляции. Не знаю совпадения или нет, но Буш вскоре заявил об одностороннем отказе от ограничений Киотского протокола. Но от них не в восторге и некоторые развивающиеся страны. Хотя им некоторый рост загрязнений, а значит и промышленности разрешен, но лимитирован. Это-то понятно. Какие ограничения? Один американец по выбросам в атмосферу эквивалентен нескольким десяткам, если не сотням индийцев. Когда же индусы достигнут аналогичных американским масштабов потребления, если на них будут еще и ограничения накладывать? Ведь экономики без выбросов в парниковых газах пока не придумали. Видите ли, когда говорят об ограничениях на выбросы, то это не значит, что ограничивается только всякая гадость, которую можно и не выделять, если поставишь какие-нибудь фильтры. В киотах ограничивается промышленная деятельность, потому что если хочешь получить на тепловой электростанции какую-то мощность, нужно сжечь определенное количество топлива и получить сколько-то углекислого газа. Ни химии, ни тернодинамики не отменишь. Вышеупомянутая эквивалентная концентрация – показатель, учитывающий выброс различных веществ, не только углекислого газа, как перечисленных, так и еще некоторых. В киотах к парниковым газам тропосферный озон не отнесен, зато добавлены гидрофторуглеродные, перфторуглеродные соединения и гексофторатсеры. Полный список парниковых газов включает несколько десятков химических соединений. Перечень приводится в той же монографии Кондратьева и других, без малозначимых. Иногда парниковым газом считают даже стратосферный водяной пар. Можно представить сложность переговорного процесса. Одни страны топят в основном углевым, другие нефтью и пачкают много. Третьи державы имеют немало ядерных реакторов, но ни углекислого газа, ни озона не выделяют. У четвертых же много гидроэнергии или термальных источников. Им легко требовать соблюдать чистоту от других, поэтому согласовать интересы сложно. Возьмем частный момент. Поскольку метан CH4 также относится к парниковым газам, ограничение по выбросам распространяется на него. А он обильно выделяется почвой рисовых полей. Естественно, предлагаемые странами, североразвитыми странами, ограничения на агротехнику риса не очень нравятся его производителям. У них есть встречные обвинения. Много метана производят в процессе пищеварения крупный рогатый сход. Есть европейцы и американцы, привыкшие есть много мяса. Больше налегают на свинину. Свиньи в отношении метана более экологичны. И так далее. То есть, польза от протоколов киотских мудрецов или один вред. Я сторонник мизантропических взглядов. Если ограничивается почти любая деятельность человека, то это либо к лучшему, либо не повредит. Есть медицинский принцип, не навреди. Трамвайный принцип, не высовывайся. Дворовый принцип, не отсвечивай. Все они означают одно и то же. Высшее благо, не деяние. Чем меньше наворотишь, тем легче будет потом расхлюбывать. Для нас, тем более, все эти киотские протоколы, пока не требующие дополнительных затрат, ни вреда, ни пользы не приносят. Вот если на основе этого и подобных документов нас начнут вышибать с каких-нибудь рынков, используя их как средство внешнеэкономического давления, это уже произошло с нормативами на шумность авиации, тоже отрасль экологии, или с магистральными автотягачами, тогда будет нехорошо. Утешаться мы будем тем, что наказывают нас беспочвенно. Никаких доказательств того, что киотские протоколы приносят кому-нибудь пользу, нет. Они, как магические обряды, даже образованные люди, порой соглашаются на их проведение. Пожилым родственникам это кажется нужным, а никакого вреда уж точно не причинит. Если только у этой парниковой паники нет какого-то неясного пока подтекста, ведь были примеры, когда компьютерные модели поворачивали развитие человечества. О прогнозировании Некий человек был берегом реки, увидел рыбака и захотел над ним подшутить. Спрошу-ка я его, ловится ли рыба, подумал он. Если он ответит, что нет, то я скажу, что какой дурак, даже рыбку поймать не можешь. А если скажет, что да, то я скажу, что такому дураку только рыбку ловить. А решил так, подошел и спросил. А что, милейший, ловится ли рыбка? На что рыбак ответил. Знаешь что? А не пошел бы ты к черту. История про формальную логику. Не так уж давно, в 18 веке, многие высокообразованные люди считали, что есть математические алгоритмы, позволяющие путем перестановки и замены букв вопроса получить прямо из вопроса правильный ответ. Интересно бы, кстати, проверить с помощью современной техники, вдруг какие алгоритмы действительно возможны. Набрать побольше вопросов с известными ответами и попробовать выявить закономерность. Только не ошибиться с исходным материалом. Не все общепринятые истины верны. Ведь Волга в действительности впадает вовсе не в Каспийское море. Компьютерное моделирование не всесильно, увы. Причина концептуальна. Строя модели пользуются известным поведением какого-то объекта, в каком-то диапазоне условий. Например, продувают крыло в аэродинамической трубе, делают 10 замеров подъемной силы на различных скоростях потока, откладывают точки и соединяют их линии. Скорее всего, не совсем прямой. Это уже модель. Затем уже без продувки можно определить подъемную силу на промежуточных скоростях с некоторой достоверностью. Но ведь важно-то знать ее на скоростях в трубе недостижимых, а это нереально. Можно, конечно, продолжить линию графика вперед, но какова ее форма в действительности? Аэродинамика крыла может сильно отличаться в зависимости от условий. На практике сопротивление воздуха на высоких скоростях меняется по сложному закону. И, например, при достижении скорости звука авиаконструкторы и летчики-испытатели встретились со многими всегда неприятными сюрпризами. Многие более-менее эффективны, когда поведение моделируемых объектов хорошо известно. На этом построена система управления зенитным огнем. Там стреляешь в упрежденную точку, в которой самолет будет находиться через несколько секунд после выстрела. Все просто. В электронных мозгах встроена модель поведения аналогичных объектов. При таком-то положении и такой-то его траектории к моменту подлета снаряда, такой-то объект окажется в такой-то области. А если придется стрелять в какую-нибудь летающую тарелку, движущуюся по траекториям, недоступным для земных самолетов, скорее всего, промажешь. И наоборот. Стендовые стрелки, обычно стреляющие как раз по летающим тарелочкам, отлично поражают дичь, появившуюся внезапно и на сходных с тарелочками скоростях. А полениво машущие крыльями ворони могут и пропуделять. Предсказать поведение привычного объекта в необычных, не встречающихся раньше условиях на основе компьютерных моделей непросто. Достоверность подобного предсказания невелика. Особенно это ограничение касается многофакторных моделей, когда изучаемое явление зависит от многих параметров. Даже если наблюдаешь за сложным объектом много лет, при неизменных условиях нет гарантии, что предскажешь его поведение всегда. Даже созданные человеком машины иногда при редком сочетании факторов ведут себя не так, как хотелось бы. Что уж говорить о природе. Можно смело утверждать, рано говорить о предсказании климата Земли при изменении одного параметра. В нашем случае температуры. Почему такая смелость? Да потому хотя бы, что адекватной модели земного климата пока нет и для обычных условий. Не умеем предсказывать даже при постоянной среднеземной температуре. Что уж говорить о ситуации при повышении на несколько градусов. Не думайте, что компьютерные модели климатологии появились только для изучения парникового эффекта. А обычные это прогнозы. Сколько уже лет предсказывают погоду. Результаты предсказаний столько же лет служат неистощимым источником материала для юмористов. Джером шутил на эту тему более века назад. Рекомендую свой метод. Я где-то вычитал, что погода меняется в среднем раз в 5 дней. Поэтому если на завтра предсказывать сегодняшнюю погоду, то достоверность такого прогноза близка к 80%. Я так и делаю. Но подозреваю, у меня есть и конкуренты. Конечно, сейчас благодаря компьютерным моделям и спутниковым наблюдениям точность прогнозов повысилась. Но синоптики рассказывают о совершенно невероятных атмосферных, атмосферических, как в старину говорили, событиях. Естественно, не предсказанных никем. А ведь проблем принципиальных с наблюдениями за любым погодообразующим параметром вроде бы не существует. И оборудование есть, и методики, и спутники. Но выявить взаимосвязь этих параметров, их вклад в погоду до конца все же не удается. Прогнозы крайне важны. Важны не для того, чтобы нам, городским бездельникам, планировать свои выходные или отпуска. Экономике необходимо быть готовы к засухе или перекрытию льдами севморпути. Это гораздо важнее. Но о засухе 1972 года в России никаких тревожных предупреждений природа не дала. Вопреки распространенному мнению, природные катаклизмы сейчас не участились. Действительно увеличивается ущерб от них, но потому лишь, что совокупное богатство человечества растет, и страховое дело улучшается. Появились больше дорогих объектов, способных пострадать из-за наводнений и землетрясений. Изменилось и восприятие катастроф общественностью. Все кивают на глобальное потепление. Да, не факт это. Но и люди, и ученые, а они тоже люди, не терпят необъяснимых явлений. Лучше любое, даже заведомо неправильное объяснение, чем никакого. Как-то зимой 1970-х годах в Москве ближе к вечеру разразилась гроза. Синоптическая сводка, видимо, к тому моменту уже была в редакции программы «Время». Им пришлось уточнять ее по телефону. Когда дикторша зачитала ответ, я не поленился его записать. Как нам сообщили в гидромедцентре, это явление объясняется особенностями протекания атмосферных процессов. А что? И честно, и общественность удовлетворена. Древние считали, что подобные необычные события – просто знаки, которыми боги сообщают смертным о грядущих бедах и радостях. Мощная гроза прогремела над Москвой в декабре 1993 года, в день выборов и референдума по новой конституции. Интересно, время ее достигает, действие станет счастливым для России или нет? В общем, пока нельзя со стопроцентной надежностью предсказать наступление даже обычных, часто происходящих атмосферных явлений. Редких, аномальных тем более. А прогнозы на 10, 20, 50 лет – они жизненно важны, но нуждаются в очень серьезной проверке. Ведь мероприятия по предупреждению катастроф или борьбе с ними очень дороги. Сколько стоила знаменитая плотина в Медео? Да, сколько бы она ни стоила, Алма-Ата дороже. И затраты на плотину окупились всего за несколько минут, когда она остановила серьезнейший сель. Кто возьмет на себя ответственность за достоверность подобного прогноза? Например, очевидно, что даже при соблюдении ограничений Киотского протокола концентрация углекислого газа станет нарастать. Тем более, что требования пока не соблюдаются. Ну, так что? Пора эвакуировать людей и города из низменностей? Пора строить дамбы? Реконструировать порты? Это сразу не сделаешь. Так пора начинать или еще подождем посмотрим. Странно, что вложения в сокращение выбросов вроде бы делаются, а в предупреждение негативных последствий нет. Почему? Тем не менее, бывает, что компьютерные модели оказывают огромное влияние на поведение людей и судьбы целых стран, даже если никто не доказал, что они адекватны реальности. Да, про Волгу-то. Видите ли, в гидрологии принято считать, что при слиянии рек меньшее впадает в большую. Так вот, вместе слияние Волги и Камы, Камы вдвое полноводней. То есть, по науке, нужно бы считать, что Волга впадает в Каму. А вот Кама уже в Каспийское море, которое, кстати, озеро, а не море, так как связи с океаном не имеет. Ах ты, зимушка, зима. Своего рода промышленными отходами, опасными для человечества, становятся и результаты военной промышленности. Все, конечно, знают, что взорвись заготовленные ядерные арсеналы, и земля надолго станет непригодной для жизни. Облака пыли закроют солнце, на земле похолодает на несколько десятков градусов. Начнется ядерная зима. Все растения погибнут, а с ними и животные. Когда пыль рассеется, эволюция начнется снова со спор гнилостных бактерий и глубоководного планктона. Впечатляющая перспектива, весьма утешительно, что против глобального потепления есть средства, правда, сильнодействующие. Тема ядерной зимы была очень популярна в 80-е годы. Затем актуальность несколько утратилась одновременно с остановлением однополярного мира, в том числе и в военной сфере. Теперь военная сфера держава одна. И она что-то не сильно боится ядерной зимы. Любая война не сахар, ядерная тоже. Но мне с детства запомнилось высказывание Мао Зе Дуна о том, что в период танкских войн население Китая сократилось с 40 до 10 миллионов человек. А ведь воевали копьями и мечами. И это почти достоверный факт. Статистику налоговые службы Древнего Китая вели без дураков. Это я к тому, что конкретному человечеству все равно, как его убивают, световым импульсом или топором. Оба варианта ему одинаково неприятны. Для гибели блестящей цивилизации ядерное оружие совсем не обязательно. Именно блестящей танкская империя, как и синхронная ей европейская империя каролингов, в некоторых отношениях до сих пор остается недостижимой для своих наследников. Так может быть не нужно считать одно оружие чем-то принципиально хуже другого. И то и другое зло. И может быть использовано, когда ничего другого не останется. Как на пушках отливали Ultimo Ratio Regio, последний довод королей. Войну ведет не оружие, войну ведут люди. Соответственно не оружие бесчеловечное, бесчеловечные люди. И не нужно думать, что ликвидировав ядерное оружие мы навсегда избавимся от военной катастрофы. Я скептически отношусь к переговорам о сокращении каких-нибудь вооружений. Это неэффективно. Не станет применяться, даже если соглашений на данный счет нет. А что эффективно станет? Вы может быть скажете, что проблема Хиросимы была в том, что не было тогда запрета на атомную бомбу? Извините, был четкий и категорический запрет Гаагской конвенции 1907 года. Приложение пункт 22.23. Нет оправданий для неограниченных разрушений. Или нападений на гражданских лиц и гражданские объекты как таковые. Нагасаки был хоть военно-морской базой. Переговоры и соглашения скорее пропагандой средств давления на врага или соперника. Чтобы он сдался без войны. Может быть и вам, читатель, приходилось на занятиях по военной подготовке или где-то еще рисовать круги поражения при ядерных взрывах и листьях. Так вот, когда данные о ядерных арсеналах стали раскрываться в начале 90-х, уже после популяризации ядерной зимы, получилось, что ядерную войну в принципе можно вести. Да, потери при этом свои и чужие были ужасны. Но если на карту поставлены свобода и независимость Родины, даже в лучшие времена ядерного противостояния при одновременном взаимном ударе далеко не все население, даже нашей страны, должно было погибнуть. А нам пришлось бы выдержать нападение трех ядерных держав, далеко не превосходящих нас по забрасываемой мощности боеприпасов и их количеству. Тем более, уцелели бы и наши противники, и население в странах НАТО и союзников гораздо больше, и ракетами среднего радиуса действия мы их не достали бы, и наши жидкостные стратегические ракеты только частично стояли на боевом дежурстве. Остальные нужно было запрашивать, а противник вряд ли бы дал бы нам такую возможность. Слышал я такую байку. Планировщики НАТО якобы прорабатывали два сценария войны с СССР. Удар по населению и удар по промышленному потенциалу. Получилось, что в первом сценарии Россия восстанавливается через 20 лет, во втором через 35. Поэтому за основу был принят второй вариант. И цели намечались в основном среди промышленных объектов. К сожалению, я не могу ни подтвердить эту историю официальными документами, ни сказать, я ее слышал. Но в любом случае, даже если все в действительности не так, никто не станет отрицать. Наши партнеры и раньше планировали и разрабатывают сейчас самые различные варианты развития событий, в том числе и ядерную войну с применением главных калибров. Зачем-то ведь они хвастают и их оставлюют при различных разрушениях. Значит всерьез они ядерную зиму не воспринимают. Не нужно демонизировать наших тогдашних противников, хотя ради победы они вполне могли пойти и на самые жестокие меры. Они же не жестокие люди, они прагматики. Так во Вторую мировую бомбардировочная авиация союзников наносила удары ценоленаправленно по населению германских городов, превзойдя в этом гитлеровцев. А немцы до сих пор хорошо помнят маршала Гарриса, хотя идеологом-то был Иден. Но делали это не из-за ненависти, просто посчитали, что расход бомб по таким целям эффективнее с точки зрения конечного результата капитуляции Германии. К счастью, ни то, ни другой сценарий не был реализован на практике, а свой промышленный потенциал мы уничтожили сами, сэкономив Западу на мирные цели кучу расщепляющихся материалов. А может быть сделали ошибку, лишившись средств устрашения. Пусть американцы нам сейчас не угрожают. Кто гарантирует, что так будет всегда? В политике не имеют значения намерения, имеют значения возможности. Вот возможностей-то мы и лишились. То есть мы, разоружившись, совсем не гарантированы от военного уничтожения. И возможно, не повысили свою безопасность, а наоборот. Тут вы и скажете, а как же ядерная зима? Ведь ядерная война все равно в принципе невозможна, она приведет к гибели всего живого. Да-да, вот именно ядерная зима. Статья из словаря информатика в понятиях и терминах. В середине 80-х годов Саган с сотрудниками США, Александров с сотрудниками СССР, строят с помощью ЭВМ математические модели последствия ядерной зимы и ядерной ночи, за время существования которых в течение нескольких суток жизнь на Земле практически исчезает. Эти выводы сыграли огромную роль в формировании во всех странах нового мышления в ядерный век. Да, именно так. Почти синхронно две исследовательские группы, Карла Сагана в США и Владимира Александрова у нас, пришли к выводу, что в случае ядерной войны выбросы пепла в атмосферу приведут к катастрофическому похолоданию. Все это, как водится, доказано исследованиями и рассчитано на компьютерах. Еще одно чудесное совпадение. Одновременно с неожиданным успехом двух независимых друг от друга исследовательских групп произошло и третье событие, без которого первые два, возможно, не сработали бы. В СССР к власти пришел Горбачев. Дорогая яичка ко Христову дню. Откуда такая синхронность? Что происходит при ядерных взрывах, хорошо знали уже в 50-х. Были и компьютеры, на которых все относящиеся к ядерным взрывам моделировались. Кстати, необходимость в испытаниях все равно не отпадала. Заметьте. Так вот, про ядерную зиму. Что-то не говорили, хотя прогнозировались действительно катастрофические варианты. Например, обычная ядерная бомба с оболочкой из кобальта могла сделать целый континент непригодным для жизни любых существ. Кроме Скорпи. Они поразительно устойчивы к радиации. Затем об этом позабыли, поскольку никто не собирался обзаводиться подобными бомбами. Как оружие, кобальтовые бомбы не годятся, ведь оружие не цель, а средство победы в войне. А тут какая победа? То есть, результаты применения различных видов оружия прорабатывались. Тем не менее, пять держав официально и несколько неофициально наращивали свои ядерные арсеналы. Значит, считали возможным их применение. И ни в 60-е, ни в 70-е шума вокруг ядерной зимы не было слышно. Что помогла сделать компьютерная теория ядерной зимы? Так, вовремя родившаяся, она помогла подготовить советскую, в первую очередь, общественность, к несколько неординарным решениям высшего советского руководства. Или, как выражаются отдельные экстремисты, к предательству Горбачева. Чего больше всего боялись американцы? Чуть не 40 лет подряд. Советских тяжелых ракет, которые могли бы нести боеголовку с очень мощным термоядерным зарядом. Ими мы тоже славились. Водородные бомбы академика Харитона. Не обязательно было сбрасывать на Нью-Йорк. Взорванные над океаном, они на много километров обнажали морское дно. На прибрежные города обрушилась волна, как в фильме Спилдберга про астероид. И это было известно, не благодаря компьютерной модели, натуральные эксперименты доказали это. Правда, не у Рот-Айленда, а у Новой Земли. Такие заряды все же экзотика. Их неудобно доставлять месту назначения. Хотя и был вроде бы 20-мегатонный моноблок для тяжелой ракеты Сатана СС-18 и РС-20, соответственно, по их нынешней классификации. Но наши тяжелые ракеты могли также нести несколько менее мощных боеголовок. Они были чрезвычайно целесообразны. При мощности в одну мегатонну такая боеголовка разрушает капитальные сооружения в радиусе 6-7 километров, превращая многоэтажную застройку в сплошной завал. А радиус зоны пожаров составлял бы примерно 20 километров. Американские города именно таковы. Кучка небоскребов в центре, а вокруг этого даунтауна необозримые кварталы одноэтажной Америки, как у нас выражаются индивидуальные застройки, из домиков по конструкции, сходных с декорациями Голливуда. Одной такой боеголовки вполне достаточно для уничтожения среднего американского города, типа Филадельфии или Детройта, и даже крупным, Чикаго или Нью-Йорка. Много не нужно. Мы видели, что происходит с небоскребом при сильном пожаре на нескольких этажах, даже если он и выдерживает ударную волну. Правда, я точно не знаю, какой мощности боеголовки были у нас, предполагаю. У американцев базовая модель была мощностью в 425 килотонн, последствия от нее примерно такие же. Мы сейчас уже забыли, насколько плохими бывали наши отношения с Америкой. Что останавливало тогда США от радикального решения проблемы? Вспомним, что американцы не стеснялись вести ковровые бомбардировки, жилой застройки не только во Вьетнаме и Японии, но и в Германии. Оказалось бы, тоже белая раса, тоже западная цивилизация. Уж мы-то точно для американцев не лучше немцев. По сей день при реконструкции германских городов откапывают засыпанные когда-то бомбоубежища с сидящими у стен скелетами женщин, стариков и детей. Останавливало их четкое, как в ночном кошмаре, видение. Преврати хоть всю Россию в подобие жерла вулкана, все равно из этого клокочущего ада вырвутся тяжелые ракеты сатана. Да, чтобы расцвести в космосе праздничным фейерверком из десятков боеголовок и сотен ложных целей. Тяжелые ракеты, убийцы городов были постоянной темой на всех переговорах об ограничении стратегических вооружений. Чувствуется, что эта проблема американцев сильно волновала. Слышал я даже от одного заокеанского отставного военного, что он не спал ночами, думая, как защититься от советских ракет. Говорил он, по-моему, вполне искренне. Защиты от них действительно не было. Даже несмотря на некоторые недостатки конструкции, в каждый конкретный момент лишь часть этих ракет могла находиться в заряженном состоянии. После некоторого срока их нужно было разряжать, сливать горючее, а затем по графику снаряжать снова. Американцы поэтому говорили, что это оружие первого удара. Для ответного удара они, дескать, не годятся. Значит, предназначены для нападения. Что американская триада уязвима, пока не взлетели бомбардировщики и сработает во всю мощь тоже лишь при внезапном для нас нападении. На этом аспекте они внимания не акцентировали. Но кому это было непонятно. Мы выросли в ощущении реальности ядерной угрозы и единственной защиты считали свои ядерные арсеналы. Мы философски относились к вероятности уничтожения и нас, и наших противников. Но когда выяснилось, что из-за нашей драки погибнут все, тут мы дали слабину. Теперь американцы вздохнули с облегчением. Самыми большими угрозами для них остались оружие, ожирение и Усама Бен Ладен. Может быть и хорошо, что ситуация с гонкой вооружения разрешилась хотя бы таким образом. То есть для остального мира хорошо. Пусть даже в конце концов и не в нашу пользу, а это несомненно так, мы перестали быть опасными для американцев, а они для нас. В случае чего гораздо опаснее, чем были, поскольку безнаказанны. Запад хорошо усвоил урок из истории. В тотальной войне Россию не победить, но в локальной, где-нибудь на периферии ее территории, иногда возможно перевести противостояние именно в эту плоскость, избежать возможности большой войны, оставив угрозу небольшого конфликта, да еще не затрагивающего собственной территории, цель которой Запад всегда хотел достичь. Вполне естественное желание. Тем не менее, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Страх перед тотальной ядерной войной в значительной степени ушел в прошлое. Плохо, конечно, что отчасти ценой нашей безопасности. Но был ли реальный способ прекратить бессмысленные, изнурительные для нас игры с паритетом? Разве не был прав Энгельс, что военное производство с экономической точки зрения лишь выбрасывание национального достояния в воду? Мы бедная и холодная страна. И те же, что в США военные усилия для нашей экономики чрезмерны. Эти флоты разномастных подлодок, танковые армады, эти склады ракет для многократной перезарядки стартовых комплексов, бесполезные в реальных условиях ядерной войны. Сами военные признают, что перевооружение современными средствами связи и разведки повысило бы боеспособность нашей армии даже при сокращении ее вооружения в несколько раз. Другой вопрос, что мы этого не сделали. Как можно было переубедить себя и сохранить бесценные ресурсы для экономики? Ядерная зима заставила нас капитулировать. Жаль, что не мы воспользовались полученными плодами. Может и существовал способ переубедить самих себя и прекратить гонку в одностороннем порядке. Но какой? Вот и урок для нас, чего только не делали американцы для достижения своей цели. Сколько средств уже потратили и каких не пожалели бы. И вот с помощью компьютерной модели неизвестной степени адекватности эта цель достигнута. Вышеприведенная статья словаря вполне справедлива. Кто помнит, те времена согласится, что роль ядерной зимы, формирование нового мышления, новой элиты огромна. Разоружение СССР было невозможно без идеологического обоснования. Модель ядерной зимы это обоснование предоставила. Мы еще не обсудили, оправдали, что ядерная война действительно приведет к ядерной зиме. Это-то как раз не очевидно. Широкого обсуждения этого вопроса в прессе я не припомню. А вот в менее зашоренном интернете споров было много. И на достаточно серьезном уровне, и на эмоциональном. Замечу, что сторонники ядерной зимы частенько из-за исчерпания аргументов сбивались на моральную позицию. Дескать, вы что на практике хотите проверить? То есть доказательная база у них не слишком убедительна. Для меня, жителя главного политического центра бывшего Советского Союза, а теперь России, проблема ядерной зимы представляет чисто теоретический интерес. До нее в случае чего я бы не дожил несколько часов. Да и никому и никогда не хотелось ставить такие эксперименты. Но все же, справедлива ли эта теория? Прикидки на пальцах такого результата не дают. Взрывы даже тысяч боеголовок над промышленными объектами, конечно, вызовут многочисленные пожары. Но выброс аэрозолей от них вполне сравним с известными в истории естественными катастрофами, грандиозными лесными пожарами или даже площадью в несколько десятков тысяч квадратных километров, или взрывами вулканов. А они не привели к заметным похолоданиям. Хотя попытки связать известные в истории вулканические катастрофы с климатическими были. Анализ самих моделей Сагана и Александрова мне не знаком. Но вот исходные данные проверялись и были упреки. Что некоторые из них, оценки объемов горючих веществ в городах, существенно завышены. Кстати, авторы моделей неизвестны в научном мире, как специалисты в области краткосрочных или долгосрочных изменений климата. Не говорю о таких мелочах, что в случае войны во время зимы растительность, находясь в спящем состоянии, перенесет ядерную зиму, как обычную суровую. Конечно, рассчитывать на это нельзя, но тем не менее не стоит и забывать. Похоже, исследователи ставили перед собой задачу напугать нас посильнее, и это им удалось. Так что же такое ядерная зима? Мистификация или добросовестное заблуждение? Другие подобные загадки разрешить легко. Например, сакраментальный вопрос, действительно ли американцы высаживались на Луне, может быть решен при очередном запуске спутника. Нужно просто заснять места высадок с орбиты, а следы астронавтов, если существуют, останутся там на тысячи лет. Это гораздо дешевле, чем готовить новые высадки космонавтов. В нашем случае найти концы будет сложно. История ядерной зимы темна и может быть трагична. Ученый Александров таинственно и бесследно исчез во время научной командировки в Испании. Что ж, будем надеяться, что ядерная зима не мистификация. Тогда, в случае действительно катастрофического потепления, потратим часть ядерных арсеналов на обстрел каких-нибудь таежных зон и хоть с риском, но охладимся. Аура компьютеров и высокой науки действовала на наивных советских граждан безотказно. Даже сейчас, когда фраза «доказана исследованиями» вызывает эмоциональную реакцию, аналогичное выражение «мы сами не местные» науку продолжают уважать. На нее продолжают надеяться, хотя это не религия, а лишь один из способов познания окружающего мира для решения практических задач. Осознанно или нет, но все продолжают. Даже я. А на что еще надеяться? Задача-то есть. Кому-то мой скепсис в адрес угрозы потепления может показаться пренебрежением климатом вообще. Извините, как раз наоборот. Меня наоборот пугает, насколько современные горожане, составляющие большинство цивилизованного человечества, недооценивают роль погоды. Все потребляют в день свои полтора-два килограмма продуктов и считают, что появляются они прямо в подсобках магазинов. Наши историки, частенько спорящие между собой, согласны в том, что толчком к падению династии Годуновых и смутному времени послужила климатическая аномалия рубежа XVI-XVII веков. На Россию обрушилось похолодание. Всего на один или два года. Тогда, в 1601 году, Волга в верхнем течении замерзла 18 августа. Погибли оба урожая иозимых и яровых культур. Годунов пытался поправить дело о раздаче голодающим серебра, но это проблемы почему-то не решило. Трехлетнего голода государство не выдержало. Сейчас, конечно, производство продовольствия распределено по всей планете. Еще в начале XX века было не так, но переходящий запас зерна в мире сейчас рассчитан всего примерно на 60-70 дней. Если чего, не дай бог, проблемы неизбежны. Тем более, что продовольственно избыточных стран остается все меньше. Население растет везде, даже в странах с низкой рождаемостью, поскольку народы демографически избыточные, снабжают своей продукцией регионы стабильные. В Канаде в 1990 году было 25 миллионов населения, а сейчас едва ли не больше 30. Мы все боимся неконтролируемой миграции в Россию, но беженцы не дураки, стараются ехать все же в богатые страны. Стоит разразиться крупной погодной катастрофе или нескольким одновременно и продовольствие будет взять негде. Локальные сельскохозяйственные катастрофы бывают везде. Мы до сих пор помним холодное дождливое лето 1946 года, но утешение, конечно, небольшое. По-своему страдают иногда даже американцы. Например, в январе 1995 года в Америке произошла такая вот неприятность. В окрестностях Вашингтона из-за аномально холодной погоды погиб весь урожай помидоров в открытом грунте. И по закону больших чисел рано или поздно несколько таких неприятностей совпадут, что станет экспериментальной проверкой устойчивости нашей цивилизации. Необходимой, потому что возможно и худшая. Вполне вероятно не только случайно совпавшие во времени неурожая, возможно и катастрофы мирового масштаба. Мы знаем о коренных переменах климата благодаря работам палеоклиматологов. Но вероятные климатические потрясения редко связаны с потеплениями. Это касается даже засух. Казалось бы, засухи бывают от жары. Но, оказывается, напротив, именно в эпоху холодного климата в последний миллион лет воздух в умеренном поясе становится более сухим. Похолодание приносит вреда гораздо больше. Мало какие растения выдерживают падение температуры ниже нуля даже на несколько часов. Но и при температуре ниже плюс 7 градусов по Цельсию процесс фотосинтеза останавливается. У каждого сорта есть определенные требования, выражаемые в произведении среднесуточной температуры на количество дней, когда температура благоприятна. Банану нужно полгода с температурой выше 18 градусов по Цельсию. У клюквы требования скромнее, но тоже есть. Растение может в нежаркое лето не накопить питательных веществ и урожая не будет. Одно по-настоящему холодное лето человечество переживает без катастрофических потерь, два уже вряд ли. Да и случиться может оно без глобальных изменений средней температуры, просто зима станет теплой. Много ли в ней будет радости? Самая крупная катастрофа, конечно, очередной ледниковый период. Теперь известно, что переход к нему процесс не постепенный. Словно где-то замыкает огромное реле и средняя температура на огромных территориях падает на несколько градусов в течение всего нескольких лет. Так, последний ледниковый период начался именно так. Переход к ледниковому периоду произошел за 15 лет. Конец Эймского периода около 115 тысяч лет назад. Обратный переход к межледниковью, то есть к тому, что мы считаем нормальным состоянием, занял 70 лет. То есть земной климат не меняется непрерывно и не может быть каким угодно. У него есть два устойчивых положения. И он переходит из одного в другое. В каждом из них бывают и микроколебания, но незначительные. Незначительные в геологическом смысле. Для тех, кто живет в эпоху перемен, они очень даже значительные. То есть возможны и изменения климата на несколько градусов всего на несколько десятков лет, которое случалось и в ледниковое время, и в межледниковое. И всегда эти изменения были в сторону похолодания. Например, в период молодых Драйя, понятия не имею, почему этот период так называется, 10,7-12 тысяч лет назад произошло падение средней температуры на 7 градусов по Цельсию на протяжении 50 лет. По загадочным причинам случилось нечто вроде временного отключения гольфстрима. И восток Северной Америки и Западная Европа оказались на равных правах со всеми территориями Земли, находящимися на соответствующей широте. Напомню, что в Западной Европе благодаря гольфстриму действует климатический перекос. Без него там было бы несколько холоднее. Подобные явления бывали и раньше, в ледниковый период. Правда, тогда наши предки не жили в Восточной Европе, она была подо льдом. Но где-то же они жили. И так называемые события Хайнриха, резкие похолодания на 5-6 градусов на период от 100 до 1000 лет, причем на фоне ледникового периода, причиняли для них, несомненно, массу неудобств. Как вы уже заметили, я нахожусь под влиянием основополагающего принципа обмороженных больше, чем ошпаренных, выдвинутого современными философами, пляцем, к сожалению, не публикующимся. Холод для нас, приматов, гораздо опаснее, чем жара. Иначе гориллы бы, жили бы в тайге и тундре. Последние 8 тысяч лет, согласно понятиям палеоклиматологов, отличились очень ровным климатом. Но это не значит, что так будет всегда. Что, если случится даже малый ледниковый период? Даже если просто отключится гольфстрим лет на 50. Пока еще безо всякого ледникового периода. Летом-то там, в Западной Европе, будет терпимо, как и сейчас, а вот зимой, как в России. А парижане не привыкли к морозам. Долговременное похолодание смертельно опасно для человечества. Причем под угрозой окажутся нации, внесшие наибольший вклад в развитие цивилизации. Их территории, несомненно, станут в основном непригодными для жизни. Так что это угроза не только для них, но и для будущего человечества. Я хорошо отношусь и к африканцам, и к азиатам. Отношусь даже еще лучше. Но все-таки без европейской науки дальнейшее развитие человеческой культуры проблематично. Моделирование климата Земли не что-то высоконаучное. Это наука, имеющая прямое отношение к нашей жизни. Если мы терпели всяческие лишения, защищаясь от угрозы ядерного нападения, то не должны скупиться на защиту от глобального похолодания, пока хотя бы в виде соответствующих исследований. Еще менее мы должны скупиться на общественную экспертизу. Понимаю, звучит тривиально, как-то по перестроечному, но контуры подобного механизма с использованием интернета начинают вырисовываться. Научились же распределять работу по раскалыванию шифров между сотнями пользователями интернета. Такие меры необходимы. Не стоит надувать губы. Когда еще этот ледниковый период начнется? Может быть через 20 тысяч лет. Может так, а может он уже в этом году начался. Но неприятности бывают и чаще, чем раз в десятки веков. Археологи подробнее, чем основную часть территории нашей страны, изучили побережье Черного моря. Археологи ведь тоже люди. В последние 2,5 тысячи лет, когда оно было уже полностью плотно заселено, уровень воды бывал 3 метрами ниже, выше и выше нынешнего. Проектируя терминал со сроком эксплуатации лет 50, не лишний бы знать, а не поднимется ли море через десяток лет. Много на дне Черного моря городов, немалые дорог, уходящих под воду. Там были не просто экономические потери. Построить новый город вместо затопленного не всегда возможно. Я не могу взять в толк. На Балтике в местах падения в море крупных и даже не крупных, но судоходных рек со времен раннего средневековья стояли города. А вот в Усть-Теневы средние века вплоть до Петра города не было. Почему? Уж не была ли эта территория затоплена? А если так, то кому, как не питерцам, заботиться о родном городе? Вдруг опять все уйдет под воду? Еще пример христиматийный. На протяжении 20 века уровень Каспия понижался. Это считалось закономерным следствием общего иссушения Средней Азии. Одновременно высыхал и орал, который сейчас, кстати, совсем не похож на свои изображения на географических картах. С понижением Каспия пытались бороться. Есть на восток от Каспия морской залив Карабагасгол. Это природная сковородка для выпаривания соли. Из Каспия туда всегда текла небольшая речка, а в заливе вода испарялась. Идея была простой. Испарение пресечь. После того, как пролив Карабагасгол из Каспия перегородили, залив высох. Пустынные ветры понесли сухую соль с его дна на тысячи километрах вокруг на поля Средней Азии. Но обмеление Каспия не остановилось. А затем, через несколько лет, Каспий начал подниматься. Как оказалось, о грядущей трансгрессии, повышении уровня Каспия, предупреждали сразу несколько ученых. Но инерция борьбы с его понижением была сильнее. И лекарства оказались сильнее болезней. Вот чуть-чуть было потерпеть до начала подъема воды. И не строить эту дорогущую дамбу. Но кому должен верить хозяйственник? И с одной стороны ученые, и с другой. Дамба теперь пронизана водопропусками. Она сослужила свою службу, нанеся положенный ущерб. Но теперь Карабагасгол снова полезен, сдерживая подъем Каспия. Под угрозой сельскохозяйственной земли и некоторые города. И опять-таки серьезного общественного обсуждения проблемы не было. Ведомства отстаивают собственный интерес. Научные группировки блокируют оппонентов. Допуск к прессе диктуется политикой СМИ, которая сама непонятно кем определяется. Как избежать контроля заинтересованных кругов при обсуждении касающихся всех вопросов? Загадка. Это я не только о климате. Кстати, а почему эти подъемы происходили? Мы уже вроде бы выяснили, что причина не в ледниках. Ведь на протяжении последних тысяч лет заливались на несколько метров не только берега Каспия. Все-таки это сравнительно небольшой внутренний водоем. Причин колебаний объема воды может быть много. Но и на Средиземноморском побережье есть античные храмы, когда-то побывавшие на несколько метров морской воде. А ведь в Средиземном море часть мирового океана со стабильным объемом, на который не то что Волга и Амазонка не влияет. Откуда вода-то бралась? Более того, от ранних эпох кое-где сохранились следы подъемов уровня моря даже на десятки метров, теоретически невозможные. Если рассматривать только таяние и аккумуляцию воды в ледниках, а это из-за чего? Возможно, поднимались или опускались участки морского дна или края материковых плит, но не из-за выбросов углекислого газа точного ответа нет. К задачке с двумя трубами и бассейном проблема не сводится. Неизвестно, а жаль, хотелось бы знать. А он мятежный, просит бури. Что такой грустный? У врача был то нельзя, это нельзя. А ты дай ему 30 долларов. Ушел, бежит обратно веселый. Все разрешил. Анекдот. Я не буду делать обзор всех мыслимых видов природных катастроф. Мы взглянули на глобальное потепление, согласитесь, именно об этом больше всего слышно. А вообще о катастрофах много литературы, благо тема щекочет нервы читателя и тиражи окупаются. Что только не угрожает нам, несчастным страдальцам. Сели и мели. Градобитие и мордобитие. Космические астероиды и зеленые гуманоиды. Перечни угроз найдете сами. Нет, не улыбайтесь. Знание это об угрозах. Не только занимательное, но и совершенно необходимое. Политикам и местным, и высокопоставленным, и хозяйственникам нужно обязательно о них знать. Я, конечно, не о нашествии марсиан или падении астероида говорю. Нельзя строить города там, где невозможно семибальное землетрясение. Нельзя ставить турбазу рядом с руслом горной реки. Так от чего же строят и ставят? Потому что самый страшный гуманоид – человек. Причины часто не в ограниченности научного или практического знания. Они в другом. Если арматуру из бетонной стены можно выдернуть рукой, дело не в сейсмоопасности. Источник катастрофы в конкретном человеческом обществе. Ну а если в горах расположен овраг, хотя бы и сухой, от чего же он образовался? Значит, проносят там иногда раз в 50 лет солевые потоки. Как можно строить на его дне дом и растить там детей? Окей, как этот районный архитектор разрешил? Ах, не разрешил, пока не заплатили? Понятно. В одних и тех же катастрофах богатые нации теряют в среднем меньше жизни, чем бедные. Они-то десятками тысяч. И причины зачастую не в технике, а в уровне организации общества. Он не следствие богатства, а возможный его источник. Хотя и богатые нации не идеальны. Как пишет с академическим юмором Кондратьев, уже после катастрофического разлива Миссисипи ученые обнаружили, что эти явления не случайная флюктация, а имеют периодичность. В 100 и 500 лет. Вот бы раньше это выяснить. До жареного петуха, а не после. Нас же интересует, сами понимаете, не опасность, атаку для купальщиков Южной Калифорнии, а бери выше будущее человечества в 21 веке. Природные ли катастрофы ему угрожают? Несомненно, стихийные бедствия ни при чем. Глобальное потепление вызовет экономические потери. Но оно не вызовет повальной гибели землян от холода, естественно. Да и от жары тоже. 3-4 градуса можно перенести. Даже крайние пессимисты, если они ответственны, что можно отличить, не обещают повышения уровня моря более чем на 5-10 метров. Не факт, что это вызовет голод. Некоторые резервы продовольствия есть. И при потеплении может увеличиться. Площадь природных для земледелия земель. Война за незатопленные места? Да, в принципе, это возможно, если какая-то нация решит таким путем сменить место проживания. Правда, если рассуждать цинично, в основном пострадают бедняки. Не слишком сильные в военном отношении, они ничего не завоевают. Ну а если китайцы решат поселиться в Россию, то давайте на чистоту. Сильно это повредит мировой цивилизации? Да никак. Хуже ей точно не будет. Тем более, что максимум повышения уровня в 21 веке, о котором предупреждают ученые, это от 10 до 90 сантиметров. Да-да. Те, кто этим занимаются, так сказать, по службе, обещают подъем мирового океана в случае усиления парникового эффекта после потепления и удвоения концентрации углекислого газа. Меньше метра. Меньше метра. Как говорил девушкам-зенитчицам старшина Восков, вам по пояс, вот вам и водный мир. Нет цивилизации, нам известной, не опасен всемирный потоп. И всем, по крайней мере, тем, кто эту книгу читает, отнюдь неприродные катаклизмы угрожают. В среднем, в последнее время от природных катастроф на Земле погибли ежегодно около 140 тысяч человек. Причем, половина жертв умерли от голода, лишь частично зависящего от природы. Годовой же прирост численности населения Земли 80 миллионов. Следовательно, чтобы только остановить рост численности людей, нужна интенсивность катастроф в 500 раз выше по сравнению с нынешней. Это трудно представить и специалисты по климату такого не обещают. Грустно также, что эти современные ежегодные десятки тысяч жертв совершенно бессловесны. В 1970 году утонули не то 130, не то 300 тысяч человек в Бангладеш. Циклон на несколько дней поднял уровень моря и реки разлились. Кто-нибудь заметил их гибель? Как-то повлияла она на развитие западной цивилизации? Да и нашей, честно говоря. Для того, чтобы природные катастрофы как-то отразились на цивилизации, нужно, чтобы эти катастрофы, пусть даже и в меньших масштабах, затронули страны золотого миллиарда. Звучит цинично, но это так. Лишь эта часть человечества делает до сих пор историю. Но для них парниковый эффект не опасен. Злые языки утверждают, что бурная деятельность политиков против техногенного изменения климата нацелена на отвлечение внимания от другого процесса, более насущного и прагматичного. Не скрою, к таким злоязычным скептикам отношусь и я. Мне интенсивно, интересно даже, не то добрую или злую цель поставили себе эти заговорщики, несомненно добрую. Нет и не было заговорщиков для достижения плохих целей. Средства, да, бывали всякие. Мне интересно, какую. И заодно, отразится ли это на моей стране? Одно предположение есть. Нужно искать некое явление, с которым сама западная цивилизация бороться без дополнительного запугивания не может. У них существуют управляющие и управляемые и способны воздействовать на массы там хорошо и давно разработаны. Об ответственности и достоверности. Для нас нет больше самоочевидного обоснования. Нет больше безопасной основы для нашей мысли. Ясперс. Вы скажете, а как же ученые? Я их упрекаю в фальсификации или в продажности? Да нет, зачем? Хотя они и без меня еще и не такое друг про друга говорят в вежливой форме. Например, так. Безответственная манипуляция общественным мнением. Лейпцигская декларация 1995 год. Или еще. Углекислотная охота за ведьмами. Заговор с участием нескольких сотен ученых и политиков. Я не знаю случаев преднамеренной фальсификации, сделанной психически здоровым человеком в действительно научной среде. Но естественные увлечения в прогнозах, вызванные уверенностью в важности именно своей проблемы, вполне возможны. Кто этого не знает? Можно сделать такое, в общем-то, обоснованное замечание. Не следует критиковать ученых за чрезмерное обилие, гипотез и попытки вывести фундаментальное исследование в практическую плоскость. Не только политики и общественность могут спросить, чем вы там все это время занимались? Но и ученые хотят предоставить людям практические результаты. Большинству хочется, чтобы их работа приносила пользу, чтобы она была заметна. Но всегда можно рассчитывать на признание широкой публики. Даже если научный результат дался трудно, а разработанный для его получения метод дьявольски красив и остроумен. Чем больше касается простых граждан научная тема, считают ученые, тем больше они ею будут интересоваться. Ошибаются, конечно. Ни один автовладелец не знает, кто придумал бензин или синтетический коучук, или электрическое зажигание, или прикуриватель. Но это ошибка благородная. Это ошибка, которая может сделать нашу жизнь, жизнь простых обывателей лучше. Ведь если ученые замкнутся в башне и слоновой кости от внешнего мира, требуя от него лишь финансирования, разве создадут они что-либо ценное? Чтобы говорить о важности и полезности собственной работы, ученые тем самым вынуждены интересоваться проблемами обывателя. И это уже хорошо. Но проблема остается. Узкий специалист подобен флюсу. Его полнота односторонняя. Так сказал классик. И он был прав. В важности своей работы уверен каждый ученый. Но как оценить их приоритетность? Кто обладает интеллектом и эрудицией, чтобы решить подобную задачу? Ау! Есть такие? Оказалось, что для сохранения свободы и независимости нашей Родины было недостаточно лидерства в ракетно-ядерных технологиях. То есть ресурсы, а интеллектуальные в первую очередь, были распределены неправильно. Но это ошибка наша собственная. А возможно ведь и подобная ошибка в масштабах всего человечества. Кроме того, существует в научном мире система грантов и научных премий. Тут уж, если не умеешь доказать важность и необходимость автоматически, лишаешься финансирования. И выходишь из бизнеса. То бишь, из науки. Так что виртуозы по формированию общественного мнения просто не могли не вылупиться и из ученых. В адрес не раз упоминавшейся здесь МГИК организации, что не говоря авторитетной в мире, пишут следующее. Несколько американских специалистов, желая получить мощные компьютеры, предприняли усилия с целью запугать потенциальных спонсоров преувеличенными прогнозами опасных изменений климата в будущем. Эти сенсационные прогнозы были подхвачены СМИ, что возбудило людей, а для политиков открыло новую многообещающую сферу активности. Инициаторы компании создали организацию с помпезным названием Межправительственная группа экспертов по проблеме изменения климата МГИК и выступили от имени ООН правительство и средств массовой информации как эксперт в области климатологии. Декларации МГИК, принятые под лозунгом показного научного консенсуса, были полностью одобрены конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 году, которая была поставлена политиканами представлениям, стоящим миллионы долларов налогоплательщиков. Со времени этой конференции обсуждение глобальных проблем окружающей среды проходило под доминирующим воздействием тезиса об опасности СО2. С другой стороны, ничего не было сделано, например, для спасения тропических лесов. Хотя данное выступление появилось в британском отраслевом журнале, выражающем интересы угольщиков и нефтяников. Похожие высказывания можно слышать и от других специалистов. Всемирный энергетический совет предупреждал, что рекомендации МГИК основаны на сомнительных доказательствах, которые губительны для экономического роста и не имеют существенного значения для политиков, нереалистичны и сформулированы под влиянием научных кругов, имеющих целую целью обеспечения финансирования. Это очень плохо. Наука, вместо того, чтобы давать прочные основы для принятия решений, наоборот, разрушает их. Ни на что наступить устойчивость почвы обманчиво. Тем не менее, нельзя затыкать ученым рот. Пусть предлагают самые неожиданные варианты развития событий, пусть предупреждают о совершенно невидимых угрозах, нужно лишь принимать это критически и иметь систему общественной проверки. Не уверен, что ученые с этим справятся сами. При огромном научном потенциале поразительно мало специалистов сотрудничают с комиссиями по борьбе с лженаукой. То ли из-за лени, то ли на всякий случай. Стала же господствующей такая явная лженаука, как либеральная экономическая доктрина, а ошибка доверия не к тому, что правда может дорого обойтись для общества. Дорого в обоих смыслах, даже когда дело касается только выбора пути исследования и затратив современная наука и страшновато, что не то будет исследоваться, что нужно по-настоящему. Позарез. Порой говорят так, пусть, дескать, ученые строят себе модели на ЭВМ. Не такое уж это дорогое занятие по сравнению с исследованиями военных целей. Отчасти это верно, правда, получение исходного материала для компьютерного моделирования климата обходится недешево. Это и океанические, и наземные, и воздушные исследования, и дистанционное зондирование Земли со спутников. Кондратьев, кстати, специалист в этой области и стал академиком по итогам международного геофизического года 1958. Его мнение таково, что спутниковые исследования дали меньше отдачи, чем могли бы, если бы были поставлены более конкретные задачи. А такая конкретная задача есть, и это не глобальное потепление. Ведь мы живем в межледниковый период, рано или поздно он закончится. Так может быть, разогревая атмосферу, мы отсрочим это неприятное явление, или отменим вообще. Напомню, что во время ледникового периода ледник кончается примерно на севере Украины. На остальной ее части средняя температура июля плюс 6 градусов. И так 100 тысяч лет. О какой России тогда можно будет говорить? Все население Восточной Европы состояло из нескольких тысяч неандертальцев, охотившихся на северных оленей, загоняя их на обрывы Крымских гор. Вообще, говоря, когда самая холодная страна мира борется с потеплением, то независимый наблюдатель, какой-нибудь житель Альфа-Центавры неизбежно должен прийти к выводу, что местный уровень интеллекта землян коррелирует со среднеянварской температурой. Проведу одну гипотетическую аналогию, чем в основном занималась советская разведка после Второй мировой войны. Вряд ли только выяснением, что поделывается лженица в своем вермонском поместье, или какие именно шуры-муры крутит британский министр обороны с домами полусвета. Наверное, была другая задача. Не собираются ли наши будущие союзники по НАТО дать нам какую-нибудь вдруг в ночь с пятницы на субботу так показать по мозгам пока офицеры отдыхают во имя идеалов свободного рынка и демократии. Вот такая задача предупреждения о внезапном ракетно-ядерном нападении слегка оправдывала содержание дорогостоящей и хлопотной организации. Цель как известно оправдывает списание средств. Так вот, мне кажется, что главной задачей климатологов должно быть предупреждение о наступлении ледникового периода по аналогии задача НЛП. Если удастся понять механизм возникновения этого явления, то может быть удастся предложить и меры противодействия. Сжечь, например, весь уголь на планете или еще что-то. А если ничего не получится, то хотя бы подготовиться к эвакуации, чтобы сохранить самое ценное. Ведь пережили же прошлые оледенения, крокодилы, бегемоты и тропические леса. Значит, не вся планета была под снегом. Вот такая компьютерная модель была бы нужна и полезна. Не хочется готовиться к концу света, который наступит через миллиард лет. Есть и поближе по конкретней задаче, почему реки в России высыхают. Там, где я ребенком плавал на колесном пароходе, сейчас можно вброд перейти. И таких редко много. Отчасти понятно, почему лес вырубили. Под Воронежем с ума можно сойти. Пойменные земли у Дона распахивают. Отдали каким-то голландцам. Ну так и создайте модель. Сколько лесов нужно посадить, какие земли сельскохозяйственные из обихода вывести, чтобы реки снова водой наполнились. В общем, цели определены, задачи поставлены. Пусть кто-нибудь выполняет. Надеюсь, итог моих рассуждений пока понятен. Глобальное потепление не то, что действительно уграждает современной цивилизации. Более того, возможно, оно ей и не угрожает вообще. Глобальное потепление из-за углекислого газа не природное техногенное явление. Это явление массовой психологии, сформированное собственными усилиями средств массовой информации некоторых государственных органов. То есть бить в рельс полезно. Не только в случае пожара. В большинстве других случаев без него лучше обойтись. Нужно ли объяснять почему? Уже написав этот раздел задумался. Опять заноет этот паршев, не спровергает авторитеты. То вопреки всем доказывает, что в Англии пальмы растут, то пророчит, что никто нам иностранных инвестиций в клювики не принесет. А мы уже карманы вот такие нашли. Вот и сейчас все, даже Кевин Костнер, даже вице-президент США Гор знают про глобальное потепление. А Паршев и тут упирается. Академик Фоменко, какой нашелся от климатологии. Думаю, так грустно. Листаю книжечку и читаю. Более 400 ученых, включая 67 Нобелевских лауреатов, подписали Гейдельбергское обращение относительно необоснованности прогнозов катастрофического глобального потепления. Приехали. Что я, собственно, доказываю. Кто из нас дурак? Альберт Гор, утверждающий, что 98% всех ученых согласны спорниковой гипотезы глобального потепления. Он-то точно не дурак. Раз до такого поста дослужился, без пары сотен голосов, если бы американцы научились выборы проводить, мог бы стать президентом Соединенных Штатов. Несомненно, верный и профессиональный слуга правящего класса. Значит, не дурак. Но тогда кто кого кидает и зачем? Зачем? Можно предположить. Люди у нас своеобразные. Любят пострадать, обсудить в красках, какие они несчастные. Поэтому с удовольствием рассказывают друг другу, какие еще напасти сваливаются на их бедные головы. Но зная, что курение вредно не бросают. Один мой знакомый употребляет этот речевой оборот, хотя некоторых он страшно бесит, но не приводит паспортные данные. Попал на коширку в онкологический центр. И там в ответ на его вопрос может мне курить бросить? Лечащий врач ему честно ответил. Мы вам радиотерапию прописали. А это настолько вреднее курение, что если хотите, продолжайте. Он-то бросил, дай ему бог здоровья, но бывают и похрабрее. Скажем, люди, чье благосостояние полностью зависит от их клиента, и они зная, как на нем сказывается даже рюмка алкоголя, пьют и не всегда рюмками. Когда-то в нашей организации делили садовые участки, и они естественно достались боевым заслуженным теткам. Тут как раз рассекретили все, что можно и оказалось, что одно атомное предприятие находится в аккурат рядом с нашим кооперативом. Каюсь, я имею доступ к сероксу, сделал этот факт достоянием гласности. Неужели на волне Чернобыля, совсем ведь недавнего, кстати, мне не удастся хоть чего-то поиметь, ну, хоть дачку рядом с атомным объектом, я не радиофоб, далеко от Москвы. Думаете, кто-нибудь отказался от участка? На что я так рассчитывал? Черта с два. Тогда я и понял, что внешняя напускная трусость сочетается в нашем народе с глубоким внутренним пофигизмом, а в сочетании с инстинктом Куркуля подобные качества оставляют мало места экологически обусловленному поведению. Еще одна история. В окрестностях одного российского академического научного центра группа энтузиастов углядела роскошный лук, облюбованный для гнездования множеством шмелей. Возникла идея, а не создать ли биосферный энтомологический микрозаповедник первой в Европе и чуть ли не в мире. Научная общественность горячо идею поддержала. Одновременно другая инициативная группа из той же самой общественности, которой этот лук тоже понравился, застолбила на этом месте строительство садового кооператива. Вот тут-то и вспыхнула в научной общественности академического центра горячая битва. За заповедник? Ну что вы, за участки в кооперативе. Это примеры жизни людей, которых я знаю. Не думаю, что где-то в западной или восточной Востоке люди иные. Резюмирую. Трудно добиться от массы разумного поведения в интересах не то, что всего общества, тем более мировой цивилизации, даже в собственных интересах трудно. А управлять нужно. Что такое управление людьми? Это искусство заставлять их делать то, что они сами не собирались. И рычагов всего два. Выгода и вред. Если можно, манить выгодой или пугать вредом. Но это скелет метода. А где же искусство? Оно и состоит в том, что манить и пугать нужно уметь. что-то человека не пугает, а что-то очень сильное. Массы Запада хотят потреблять и, соответственно, загрязнять. Как не позволять им это делать? Ведь потребление пункт первого кодекса прав и обязанностей человека в западном издании. Верхи, по крайней мере, в странах Запада умеют массой манипулировать. Будем надеяться, чтобы не только в собственных интересах. Кстати, при управлении без дозирования информации не обойтись. Для чего там без дозирования? Врать порой нужно, да еще как. Лучше, конечно, без этого, но иначе пока у мастеров управления не получалось.